Группу активных пенсионеров «Вдохновение» Наталья Котова посещает уже 5 лет. Кроме самого главного общения, получает помощь специалистов и нашла занятие по душе. Мы заливаем брелочки эпоксидной смолой, то есть сухоцветы выкладываем, и сверху формочки силиконовые. Мне очень нравится здесь. Психолог у нас здесь с нами занимается тоже, и память развивать. Очень нравится мне физическое занятие у нас. Там есть у нас дорожка из камешков, тропа здоровья, как мы называем. Самое сложное, конечно, ходить по шишкам. Не каждый может. Ежедневно комплексный центр в Новоалтайске посещает около 160 человек. Учреждение оказывает услуги в стационарной, полустационарной и надомной формах социального обслуживания. Населению Новоалтайска, Косихинского и Первомайского районов и зато Сибирский. У нас есть несколько отделений. Есть отделение комплексной реабилитации, где услуги предоставляют специалисты для семей, воспитывающих детей инвалидов. Есть отделение по работе с семьей. Сейчас в основном специалисты этого данного отделения закрывают такое направление, как работают с семьями, участниками специальной военной операции. И центр дневного пребывания, в котором мы сегодня с вами находимся, он открыт для людей пожилого возраста и инвалидов 18+. В 2019 году учреждение стало участником регионального проекта «Старшее поколение» по национальному проекту «Демография». В 2020 году открыт пункт проката технических средств реабилитации. Губернатор края Виктор Томенко посетил центр и встретился с его постояльцами. Я даже не верил, я вот седьмой год хожу, что вот так сделали, быстро сделали, хорошо. Но есть с чем сравнить, да? Конечно, очень большое сравнение. Поток, движение сейчас, общение. А вы сами где живете? Я же с Боровихи езжу за 40 километров, но тем не менее еду сюда, потому что тут интересно. В крае сегодня живет свыше 700 тысяч пенсионеров. Им оказывают разные формы поддержки. Мы будем продолжать это все делать. Из последнего, что вот люди, кто совсем у нас постарше, дети войны, мы приняли решение ежегодно выплату Дню Победы делать. Также Виктор Томенко рассказал о том, что с этого года для пожилых людей края стартует марафон долголетия. Четыре месяца различных мероприятий, от социальных до спортивных. Председатель Совета ветеранов Первомайского района отметила, что такая забота не помешает, но лично она мечтает об интернате в их районе. Виктор Томенко пообещал поработать над этим вопросом. Ну а вам пахать и пахать. Вы пять лет отпахали и на пять лет... Я хочу сказать, что мы стараемся. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком.